и снова друзья привет прошло несколько дней вашего ожидания я продолжаю съемку вы смотрите марчелл тв и мы продолжаем съемку съемку чем продолжаем съемку видео по переделке модернизации прицепа для снега квадротехники любой техники для активного образа жизни на базе прицепа мза номер я к сожалению этого прицепа не помню и так до этого если вы посмотрите первая часть была о внешнем виде и в принципе в целом о чем-то там я рассказывал сейчас сейчас да я вам сниму внутреннее пространство этого прицепа продолжаем смотреть итак друзья вот мы заходим почему меня кстати машина заведена вы сейчас все спросите просто я хочу вам показать как раз как светит все огоньки ночью это кстати выглядит очень прикольно достойным заметьте это кстати не заводской прицеп это хендмейт какие-то моменты здесь могут быть не так как на заводе сделано не очень идеально где-то могут быть какие-то косяки встречаться но я решил это сделать на самом деле потому что у меня в этом была потребность и так ладно хватит разглагольствовать пойдемте давайте внутрь я вас я вас приглашаю в свой прицеп так вот мы значит открываем замок этот замок значит с ключиком то есть его можно спокойно закрывать открыли друзья вот мы открыли эту дверку ведь она у нас открывается до самого конца нету препятствий и что ну чё пойдемте вовнутрь давайте осмотримся сначала осмотримся осмотримся сейчас мы выйдем наружу я открою заднюю часть значит открываем замочки чтобы там побольше внутри света у нас было открываем второй замок берем за ручку упираемся вот сюда ногой потому что вот эти амортизаторы очень серьезны и тянем на себя идти даже как смело можно его кидать вниз потому что там резинки вот это кстати наша верхняя часть кстати вот вам наклеечка вблизи и открываем верхнюю часть что у нас получилось смотрим верхняя часть отдельно открывается открывается нижняя часть открыта дверь так давайте начнем по порядку первое это въездная панель въездная панель наша наш трап так называемый да но давайте смотрим что у нас с трапом вы помните внизу здесь в базе у мза са на полу лежит фанера я посчитал что фанера это как-то не долговечно непрактично да и как-то не не модно не не камильфо я решил изменить значит ее на алюминий такой видите с текстурой достаточно часто используемый материал у фроучиков и многих людей кто занимается тюнингом как бы всех нюансов таких моментов переделки пикапов прицепов так далее так положили значит сюда лес следующий момент так как я вы знаете буду перевозить снегоходы тоже я заказал вот эти канадские направляющие почему кстати канадские только канадские направляющие под к под лыжи ну соответственно под коньки там снегохода только они не лопаются вот они по всей длине заезда кстати вы спросите меня и для чего ситуация следующем что первый раз когда я загонял снегоход он не мог поэтому заехать и вот видите даже следы остались у меня немножко снегоход съехал поэтому я решил под гусянку чтобы гусянке было проще зацепляться у меня остались лишние я их отпилил и как бы по всему трапу я считаю что будет как бы нормально извините за кашель немножко простыл так ну что давайте заходим тогда теперь вовнутрь итак внутри у нас крышка вот так это изнутри выглядит закрывается она с помощью помощью такой ленточки спокойно очень достаточно плотно прилегает здесь есть вот такие амортизаторы которые как раз поднимают делают легче скажем этот момент вот это простые амортизаторы по моему самый обычный из подкапутного пространства не знаю может даже отечественное может быть даже отечественные так ладно внутри внутри соответственно также пол по полу я постелил алюминий везде сразу отвечу на вопрос дырок для слива я не сделал потому что но в принципе здесь жидкости никакой нету а если помыть его надо его можно опорным колесом поднять все вытечет также соответственно я установил грузовые кольца шесть штук вот они 6 штук для крепления груза как я понял в дальнейшем что это реально необходимо так ну что смотрим дальше на него а кстати вот свет сделал обычную лампочку не изощрялся вот самую простую по самый простой светильник с двумя лампочками здесь в принципе достаточно света вот такой выключатель сделал все просто эффективно так друзья давайте пройдемся теперь по вот этим непонятным конструкциям ну точнее это все понятно ты так просто называю на самом деле это у нас миша для канистр я уверен в дальнейшем мы их доработаем немножко потому что очень много было как бы комментариев как сделать чтобы обезопасить не терли и так далее но пока в данном виде как это получилось я потом буду думать что с этим сделать нужны просто идеи ваши кстати идеи ваши комментарии как это сделал в итоге это вот зафиксируется вот такой резинкой были на одной рукой это проблематично сделать в итоге сделал и вот я сделал под грубо говоря 80 литров почему вы спросите ни в одном уровне потому что сюда вперед подъезжает машинка вот на этом уровне чтобы вот этот угол вот это да не повредил как бы пластиковая часть самой ну и может металлической машинки кстати вот об этот угол об этот угол я уже часть машинки повредил поэтому после этого я как раз и придумал стопорные кольца чтобы фиксировать машинку а то она на передаче соскакивать кстати вот идея моя это я уже лично сказал чтобы запасное колесо поставили вовнутрь представляете у вас пробивает колесо вы там где-то в грязи на улице его откручивать а здесь спокойно внутрь зашли открутили болтики вот так это выглядит там он кронштейн видите поперечина так сделано все достаточно жестко плотно стоит и отлично меня очень многие спрашивали марата зачем ты такую высоту сделал то здесь сейчас высота получается 220 то есть можно было бы вот так спокойно сделать два метра и машинкам помещалась объясню почему не вижу проблемы сделать чуть-чуть его выше за того чтобы сделать каждый сантиметр этого прицепа более практичным допустим вот я сделал пожалуйста ящики пожалуйста вы туда можете все что угодно положить и складировать вообще на самом деле идеология постройки этого прицепа была такая для меня самое главное чтобы он был надежен чтобы он не ломался чтобы он был максимально практичным и чтобы ремонтно пригодным знаете не было какому-то сумасшедшего пластика который ты где-то в германии на заводе или где-то у нас в россии сделал и потом его не достать вот допустим смотрите полки все на самом деле просто это обычный композит который ходит в алюминиевых профилях он сломаться априори не может а если он сломается он немножко только разработать надо вот и все а если он сломается его также легко сделать то есть ломаться нечем понимаете ничего ломаться вот ведь спокойно ходит ну что вот такой прицеп у нас друзья получился высота у нас этого прицепа получилось самого высота кузова то есть от пола до потолка 220 и по моему высота самого самой платформы 70 сантиметров если я не ошибаюсь издалека выглядит это вот так вот так это выглядит издалека мне кажется достаточно неплохо получилось у моих то все друзей и знакомых даже была идея говорит мара давай какой-нибудь дизайн придумаем этого прицепа может быть обклеим пленкой может еще чем-то неплохо очень неплохо получилось мне очень нравится очень достойно еще раз обращаем внимание жду комментариев кстати что вы скажете по этому поводу так что вот я считаю что этот в принципе проект закончился этот проект закончился если будут какие-то идеи мысли что как его можно доделать что какие новые фишки сделать я с удовольствием послушаю ваши комментарии вообще давайте диалог что был да вы мне пишите я вам отвечаю чтобы критика была обоснована то что я уверен вопрос будет много там начнутся по поводу веса по поводу тормоз накат и так далее тому подобное давайте общаться конструктивные предложения что еще можно сделать потому что то что мне предлагали да с покраской рамы в raptor это кстати тоже заслуга одного из подписчиков на канал еще какие-то нюансы тоже ребята советовали поэтому то что получилось оно получилось будут вопросы пишите мне отзывы комментарии и смотрите марчелл тв я надеюсь вам понравился и звук и мое видео так что всем пока